Никакой об обороне тут речи не идет. Все у нас хорошо в Макеевке, в Донецке, вообще в ДНР. Так, как будто я из Северной Кореи приехал. Это Донбасс Реалии, я Ярослав Кречко. Здравствуйте. Александр Лукашенко организовал себе тайную инаугурацию. Днем ранее на полигоне Брестки высадились российские десантники. Символично, что речь идет о подразделениях, которые уже принимали участие в гибридных операциях на Донбассе. И хотя официально после учений они должны вернуться в РФ, их командование все чаще вместо белорусских границ упоминает словосочетание границы союзного государства России и Беларуси. Пока Россия проводила масштабные маневры «Кавказ-2020», Украина готовилась к отражению атаки у южных границ на учениях «Объединенные усилия». В то же время на севере в Беларуси тоже сосредоточились российские войска на учениях «Славянское братство». Общее количество всех задействованных военнослужащих – это порядка 6 тысяч человек и также около 500 единиц военной техники. В рамках учения отрабатывалось захват плацдарма, удержание этого плацдарма, огневая поддержка. Но это также говорит о том, что сами учения имеют характер именно о наступательных действиях. Никакой об обороне тут речи не идет. Белорусско-российские маневры «Славянское братство» проходили на полигоне Брестский. В нескольких километрах от Польской и 30 километрах от украинской границы при участии российских десантников. Один из отработанных элементов – захват гидроузла для водоснабжения. Учение же преследователь не только отработка взимодействия войск, но и посылка некого сигнала вероятным противникам, или как оно все называется, вероятным партнерам. В этом плане захват такого гидроузла мог бы иметь место в ходе учений «Кавказ-2022», потому что там и Черное море увеличено. Но то, что в Белоруссии тоже это отрабатывается, не случайно. Наверное, некие сигналы посылаются внешним странам. По легенде учений, армия действует против незаконных вооруженных формирований. С российской стороны участвуют в том числе костромские десантники – подразделение, которое в 2014-м засветилось на Донбассе. Его бойцы попали в плен. Прохожу службу Российской Федерации в городе Кострома. Белорусская власть активно связывала маневры с якобы возросшей активностью стран НАТО вблизи границ страны. Чувствуют ли угрозу Альянса обычные минчане? Нет, я не чувствую. Мне кажется, немного надуманный момент. Ну, сейчас им надо враги в виде Литвы или Польши, или же в Латвии. Поэтому это нормально. Это прием такой. Это прием его политический. Сейчас он вообще не работает. То есть я уже понимаю, что это такая глупость. Никакой угрозы нет. Тут дело не в чувствах, дело в знаниях. У нас есть масса международных договоров. Нет никакой угрозы. Наша территориальная целостность со стороны Европы признается незыблемой. Нет никакой угрозы. И не может быть. Мне Россия больше вызывает подозрения, потому что правительство России, какая бы там форма государственности ни существовала, правительство России всегда было нашим врагом. Всегда. А как можно оправдать свое бездействие и неспособность нормализировать ситуацию? И провести честные выборы, провести честный подсчет? Только внешнюю угрозу. Это же фишка всех диктаторов. Сразу сваливать на американцев, на европейцев. Российско-белорусские учения плановые, но их проведение совпало с массовыми протестами, и поэтому маневры получили политический подтекст. Мысли жителей Минска по поводу такого сотрудничества разделились. Нормально. Это же братский народ. Это у них запланированное. Пожалуйста. Я только за. Пускай учатся. Учат молодежь сами. Опять какой-то браться неоружен в какую-то сторону. И не больше, и не меньше. Военным все равно надо тренироваться. Военным нужно знать тактику ближайших соседей. Военную тактику. Поэтому, ну, наверное, что-то дает. Я бы предпочел, чтобы были маневры и с европейскими странами в рамках НАТО. Ведь у нас же есть программа сотрудничества с НАТО. Пожалуйста, надо туда ездить. Плановые учения в этом году решили продлить. И пока военные отрабатывали совместные задачи, Лукашенко провел тайную инаугурацию. Он висит на волоске. И в этих условиях, конечно, все тактические приемы Лукашенко в части самоутверждения, отстаивания независимости Беларуси, положения Беларуси, как моста между Россией и Европой. Сейчас все выпрямилось. Все стало однозначным. С учетом незавидного положения президента Лукашенко, он готов на все, чтобы остаться в власти. И никаких больше такого рода с его стороны ни заявлений, ни действий не будет. Во всем случае, в обозримый период. Все то время, пока идет война на Донбассе, Лукашенко настаивает. Беларусь нейтрально. Но может ли это измениться, учитывая политическую обстановку? Наблюдая за учениями, эксперты говорят, что угроз для безопасности может стать больше. Сам фактор белорусских вооруженных сил, он теряет свою субъектность. Значит, в рамках учения речь идет только о защите западных рубежей, так называемого союзного государства. Потому что самой Беларуси уже вообще не поминается. И это дополнительно настораживает. Сами вооруженные силы уже, в принципе, являются интегральной частью вооруженных сил в Российской Федерации. И об этом нужно также говорить. Сам Лукашенко, которого на Западе не признают президентом, на тайной инаугурации заявил, что ничего не изменилось. Как любое сильное государство мы останемся открытыми и дружелюбными. На перекрестке геополитических платформ мы намерены сохранить свою миротворческую миссию. Только вот Украина в числе стран, кто не признает легитимность Лукашенко. А можно ли проводить мирные переговоры на территории той страны, чьей власти не признаешь? Речь о Минске, как переговорной площадке по Донбассу. Я думаю, что заявил, что ничего не меняется. Но я думаю, что есть сенс наголошить перед партнерами и в рамках третьей страны контактной группы, власне и из ОБСЄ, и в рамках нормандской группы, что необходимо подумать про другой майданчик. Наразі это не принципово, потому что большинство заселений приходит в онлайн режиме. Поэтому мы физически там не присутні. То есть условия названия Минский майданчик. Но все равно, я думаю, что когда это вернется до нормального русла работы, то нам нужно думать про более нейтральную краю. С 2014-го Россия выстроила у украинских границ множество воинских подразделений. После Крыма и Донбасса, говорят эксперты, угроза дальнейшей агрессии – постоянная. И больше тысячи километров украино-белорусской границы теперь еще одно потенциально опасное направление. Мы продолжаем рассказывать о жизни на оккупированном Донбассе. В этот раз репортаж из Макеевки. В сентябре группировка ДНР присвоила этому спутнику Донецка статус города трудовой доблести. Что это значит? Согласны ли с такой характеристикой жители Макеевки, где многие шахты и заводы сейчас не работают? Материал Андрея Дегтяренко. Донецк переходит в Макеевку. Два города на неподконтрольном Украине-Донбассе примыкают друг к другу вплотную. И пусть из этой пары Донецк крупнее и гламурнее, зато Макеевка старше. Святой и дивный край, добра тебе, Макеевка, живи и просветай. В сентябре вся Макеевка широко отмечала 330-летие города. На праздник приехал и глава группировки ДНР Денис Пушилин. Мы знаем, сколько кадров теперь уже для ДНР дарит Макеевка. Так уж получается. Но, друзья, я сегодня буду действительно рад. Пушилин намекает на себя. Он сам в прошлом макеевчанин. Глобарь группировки приехал с подарком. Присвоил Макеевке статус города трудовой доблести. Макеевка – город трудовой доблести! Типичный вид на Макеевку – заводские трубы. Правда, дымит только одна. Как в городе обстоят дела с работой? Тахимы. Металлургические шахты. Ну и продовольственная сфера. Соответственно, транспорт. Здесь столько предприятий. Да, обычных металлургические предприятия были в великие времена. Сейчас, к сожалению, конечно, многие предприятия закрываются из-за абсолютно вот такого политической обстановки, скажем так. Есть Макеевка – коксохимзавод. Есть Синовский коксохимзавод. Потом еще вот есть металлургический завод. Ну, не весь. Только часть Блюминг, по-моему, работает. Как и другие города оккупированного Донбасса, промышленная Макеевка тяжело пережила переход под власть пророссийских боевиков. Проходная уже бывшего энергозавода «Механик» заросла травой. Пустуют шахты имени Ленина и Кирова. Да и с металлургическим заводом, одним из главных предприятий Макеевки, не все в порядке. Большая часть завода его не существует. Его разобрали, остался проходный забор. Ну, часто левее туда взять, если там Блюминг работает. И у объединения «Макеев-уголь» сейчас тяжелые времена. Структуры внешторгсервиса, монополиста по экспорту угля в Россию, оставили после себя многомесячные долги по зарплатам. Главарь группировки ДНР разводит руками. Это недопустимо, когда у шахтеров задерживается заработная плата. Тем более, это длится не неделями исчисляется, а исчисляется по месяцу, по два, а где-то, к сожалению, и больше. Мы рассчитываем на рост предприятия, должны развиваться с учетом все, что происходит в мире, в тех тенденциях, которые происходят. Без привлечения ученых у нас не получается. Макеевка по сравнению со многими другими городами под контролем ДНР выглядит относительно благополучно. Но жители признаются, денег на жизнь им часто не хватает. Безусловно, экономим. Может, немножко на отдыхе, может, на каких-то вещах. Ну, здоровье, питание как-то в приоритете. У меня родители живут в селе, в принципе. Вот, тем самым, там, овощи, фрукты от родителей. Все, помогаю им езжу и этим экономлю. Получается, здесь. Мы очень низкие зарплаты, поэтому и молодежь разъезжается. Работы в городе много, а зарплаты маленькие. Прожиточный минимум высокий. Лично мне не хватает, поэтому я езжу на заработки. Зато кипит жизнь перед офисом фирмы «Мастер Торг». Эта фирма с пропиской в Макеевке – крупнейший импортер продуктов питания на неподконтрольный Донбасс. Выпускает даже товары под собственной торговой маркой «Бокадо». Предприятие связано с семьей Януковича и находится под особым покровительством Пушилина. «Мастер Торг» – основной спонсор городских мероприятий. Недавно этому поставщику консервированной кукурузы и оливок отдали в управление целую макеевскую шахту Чайкина. И сегодня, благодаря колоссальным усилиям компании «Мастер Торг», крупнейшая шахта Донбасса Чайкина снова на полном ходу. В остальном Макеевка – обычный донбасский город с разбитыми дорогами и надписями на украинском на стенах домов «Любить свое мисто». О войне напоминает ангел – новый памятник погибшим в ходе конфликта. Обязательный Ленин на площади. И изыск владельца одного из кафе – статуи труса, балбеса и бывалого из советских комедий «Гайдая». А напротив – американский робот-трансформер. Город живет своей привычной жизнью. Перспективы есть. Просто, может быть, еще время не пришло этих перспектив. Все в будущем. Я думаю, будет все у нас хорошо. В Макеевке, в Донецке, вообще в ДНР будет все хорошо. И все-таки макеевчане гордятся своей малой родиной. И считают, что статус города трудовой доблести Макеевка заслужила. Безусловно, заслужено. Макеевка – город-труженник. Да, достойные люди. Врачи, учителя, шахтеры, металлурги. Обязательно. Своё 330-летие Макеевка отметила концертом на главной площади. Под песней группы «Руки вверх». Правда, на сцене пел не солист российской поп-группы Сергей Жуков, а его брат Михаил. Из ДНР в тюрьму. В Чехии осудили белоруса, который воевал на Донбассе на стороне боевиков. Правда, прокуроры вердиктом суда все равно недовольны, считают его слишком мягким. До этого в Чехии и вовсе были случаи, когда по схожим обвинениям фигуранты получали условные сроки. Почему иностранцам из группировок ЛДНР удается избегать наказания? Разбирался Левкостек. Городской суд Праги. Вооружённая охрана сопровождает обвиняемого. Наручники на руках и ногах мужчины, а также телевизионные камеры в зале заседаний дают понять – дело не рядовое. В составе подразделений ДНР выполнял различные военные задания. В частности, занимался патрулированием. Имя подсудимого – Алексей Фадеев. Он гражданин Беларуси, но уже длительное время проживает в Чехии. По версии обвинения, в период с 2014 по 2016 год неоднократно посещал оккупированную часть Донбасса для участия в боевых действиях в составе группировки ДНР. Этот человек проживает в Чехии уже где-то 10 лет. В прошлом он уже был осуждён и попал в тюрьму за то, что побил здесь человека. Тогда пострадавший получил довольно серьёзные травмы. Обвинение требовало для Фадеева 15 лет лишения свободы. Но судья посчитала, что непосредственное участие в боевых действиях осталось недоказанным. В результате беларуса приговорили к 4,5 годам за решёткой. Как сторона обвинения я с приговором не согласен и сразу же на месте подал апелляцию на это решение суда. Считаю его слишком мягким. Сторона обвинения утверждает, что он присоединился к группировке ДНР и должен был участвовать в боевых действиях. Конечно, он это отрицает и говорит, что не участвовал в боях, что был только на тренировках, а стрелял только в тире. Это классическая история всех чехов и иностранцев, которые приезжают на восток Украины. Получается некий парадокс. Они ехали на войну и у них есть фотографии в форме и с автоматом в руках, но несмотря на это они не воевали. На заседании в Праге присутствовал ещё один участник группировки ЛДНР – Эрик Эшту. Правда, пришёл он сюда по собственному желанию. Суд над бывшим чешским военнослужащим закончился ещё в мае прошлого года. Тогда Эшту приговорили к условному сроку наказания. Также не сумев доказать его участие в боевых действиях. Я пришёл поддержать своего друга Алексея и его маму. Я знаю Алексея и всё не так, как это может выглядеть. Мы знакомы около 15 лет. Мы были вместе в Украине. Он нормальный, воспитанный парень, а не какой-то террорист. Ещё один боевик, которого судили в Чехии и о котором уже рассказывали Донбасс-реалии – Павел Кавка. Он был на оккупированных территориях в 2015 и 2016 годах. В сети можно найти множество его фотографий с Донбасса. На снимках он позирует в камуфляже, с оружием или возле военной техники. Есть даже его военный билет, выданный группировкой ДНР. Он уже в 14-15 лет говорил, я бы поехал куда-то воевать. Но не в смысле, что он хотел кого-то убить. Если вы посмотрите на его фотографии в Фейсбуке, то вы поймёте, что он просто любит оружие. И когда он увидел, как всё это выглядит на самом деле, то сказал, что хочет вернуться домой. В Донбасс-реалии готовили материал о Кавке в 2019 году. Тогда мы не смогли получить комментариев от боевика. Но с журналистами в Чехии согласилась пообщаться его мать. Ему нужны были деньги. Я ему их посылала, чтобы он хотя бы смог вернуться домой. Он говорил, что его жизнь там была в опасности. Говорил, что чуть не умер от холода, когда переходил от сепаратистов к российской границе. Никакая политика его не интересовала. Он хотел поиграть с оружием, а последствия его не интересовали. Прокуратура требовала для Кавки 12 лет лишения свободы. Но в начале июля этого года суд также принял решение об условном наказании боевика. Я думаю, что суды должны подходить к этому более жестко. Сложно получить доказательства, поскольку человек, который стреляет из траншеи, вряд ли будет снимать в этот момент видео. Да и скорее всего это не то, чем они хотели бы похвастаться. Наверное, не следует ожидать, что удастся получить достоверные доказательства того, что человек действительно участвовал в боевых действиях, стрелял в кого-то и тому подобное. Но очевидно, что если он едет на войну, то не с целью охранять там какой-то сарай. Осудить их действительно непросто. Правоохранителям здесь нужна серьезная иностранная помощь, потому что у Чехии нет своих следователей на Донбассе. Необходимо сотрудничество в этом вопросе. Очень непросто находить доказательства, которые будут достаточными для того, чтобы подозреваемые получили более серьезные приговоры. На данный момент в офисе Генерального прокурора Украины установили имена 250 иностранцев, которые воевали на Донбассе в рядах группировок ЛДНР. Больше всего среди них граждан Франции, Молдовы, Италии, Испании, Чехии, Казахстана и Сербии. Всего в материалах прокуратуры – боевики из 31 страны мира. Ну, сейчас с офисом Генерального прокурора как раз наглагоджуется співпраця с компетентными органами разных стран с метою обеспечения невыдворотности покарания вказанных людей. Сначала нам нужно собрать всю базу, чтобы обеспечить злочинение. Тоді будем вирішувати в порядку міжнародних договорів щодо або видачі особи нам, або видачі матеріалів наших справ. Я вам хочу зазначити, що вказані кримінальні провадження зареєстровані буквально з середини літа, і тільки дай розслідують провадження. Скажіть, з якого країна ви сюди приїхали? З Чискалья република. Некоторі іностранці до сих пор остаються на оккупированній части Донбасса, і тому також недосягаємі для правосудія. Так, наприклад, два боєвика із Чехії, Іржиурбанек і Павел Ботко, зараз проживають в Донецці. Говорят, що більше не воюють, але добавляють, в случае обострення на передовій готовы опять взяти в руки оружія. Седьмій год. Ідет війна на Донбассі. За це время на оккупированних територіях стали взрослыми тисячі дітей, які смутно помнят, що таке українська власть. Донбасс-реалі пообщались з чоловіком, який все свої шкільні годи провел в Луганскі. І последні шість років віспитальний процес там полностью під контролем групівки ЛНР. Каїм став Луганск, що в голові у містних шкільників, і як після ізоляції оказатися в Києві? Кириллу 18 років. Він народився і вирос в Луганскі. Кога почалась війна, йому було 12, і все це вирене він жил в родному місті. Кирилл застал змінення шкільні системи, він провел юність в реалиях комендантського часа і віддіхав в детських лагерях, де, наприклад, вместо веселых стартов учили собирати автомат. Він народився і вирішував війна, і вирішував війну. плавные, потом все более дерзкие изменения в образовательной программе. Вместо истории Украины у нас появилась история Отечества. Мы, по сути, изучали историю Российской империи и Советского Союза вообще без какого-либо отношения к конкретно событиям, которые происходили в Украине. То есть я ничего не знал про Голодомор, про УПА. И вообще для меня Украинская социалистическая республика ничем не отличается от других. Я учился в лицее с экономико-правовым уклоном. И помимо экономики и права дополнительных каких-то часов, уроков у нас еще были обязательная строевая подготовка и военные милитаристические штуки, на которые я единственный из класса, кто не ходил и, к сожалению, не могу про них рассказать. Но мои одноклассники там сдавали зачет на собирание автомата, делали открытки для ополченцев на классном часу. Строевая подготовка у них выше всяких похвал. С 2011 года я ездил по детским оздоровительным лагерям. Но после 2014 года программа этих лагерей с какой-то развлекательной, направленной просто на отдых детей, превратилась в пропаганду милитаристической пророссийской повестки. Мы решили наш урок провести немножко о истории, о нашем прошлом и о Святой Великой Отечественной войне, которая проходила на всей территории Советского Союза, нашей Родины. Вместо дискотек нас учили танцевать вальс именно с уклоном на то, что вот русские люди танцуют вальс, а все остальные, весь остальной тупой, непросвещенный, некультурный мир танцует что-то примитивное, не такое возвышенное, что должны танцевать вы. Секции по спорту превратились в секции по начальной военной подготовке. Мы буквально разыгрывали сценки, то есть кто-то был украинским агрессором, кто-то был ополчением ЛНР. И вот на каких-то стычках у нас строилась и картина происходящего. На мой взгляд, все креативные люди оттуда выехали из-за того, что они понимали, они просто оценивали ситуацию, то что у них не будет никаких перспектив, они не добьются чего-то великого, не воплощат, не воплотят свои мечты и надежды, если они останутся здесь. С февраля этого года я состою в общественной организации киевской, Kyiv Pride. И в июне я узнал то, что за то, чем я занимаюсь, по сути, общественной деятельностью, никак не связанной с политикой. Мне могут приписать и экстремизм, и терроризм. Я понял то, что за мной прослушка, ко мне могут приехать российские агенты и допрашивать меня, собирать мои данные. Но это случилось, и российские агенты у меня ничего не нашли, потому что я данные удалил. На них мне напрямую сказали то, что вот у нас есть твои данные, номер телефона, аккаунты соцсетей, и знаем, где ты живешь, мы тебе просто позвоним, скажем, куда ехать, что против кого сказать, будешь с нами сотрудничать. Я убедился то, что мой телефон прослушивали, и понял то, что нужно прям идти на крайние меры. Выкинул все сим-карты, удалил аккаунты в соцсетях, и месяц жил у знакомой, с которой познакомился за день до, и контакты которой не были в моем телефоне, и, соответственно, они на нее никак не могли выйти. Я обращался в разные международные правозащитные организации, они мне могли помочь только в пределах подконтрольных территорий. Я узнал, что граница через станицу открыта, и то, что я, в принципе, уже могу рискнуть и самостоятельно пройти границу. Чтобы пересечь границу, мне не хватало вытягу, я очень долго спорил с таможенником на этот счет, и все закончилось тем, что он очень разъявленно сказал, что вот, пропускаю, но назад ты больше не вернешься. Я с этим согласился и прошел на украинской таможне, проблем никаких не было вообще. Я на самом деле себя до сих пор уже в меньшей степени, но все равно чувствую, как туристом из более тоталитарной, закрытой страны. То есть очень часто мне говорили, что я как будто из Северной Кореи приехал. Я у своего соседа один раз спросил, как вызвать мне полицию. Он такой, типа, это что тупое, ты не знаешь, как полицию вызывать. Первые недели две до сих пор у меня был комендантский час в голове. Я на автомате шел куда-то в магазин, смотрю на часах, потом возвращаюсь назад. Потом, а, блин, типа, комендантского часа уже нет, и я иду дальше. Я именно до того, как в феврале приехал в Киев, жил со стереотипом о том, что за пределами священного Донбасса там все ненавидят русский язык, презирают русскоязычных. И когда впервые приехал в Киев, как ко мне, короче, обратились на русском, я такой, типа, а можно по-русски, как бы, говорить о вас? И, типа, с меня, короче, посмеялись. И, в принципе, чем дольше я как-то гулял, тем больше убеждался в том, что тут, в принципе, одинаково относятся и к украиноязычным украинцам, и к русскоязычным украинцам. У меня до сих пор небольшая вот эта прошивка все-таки есть. То есть, говорю ЛНР, иногда бывает на Украине, а не в Украине. То есть, ну, это только из-за того, что я там жил 6 лет. Я, в принципе, удивился, насколько тут открытые люди, насколько они не боятся говорить о темах, о которых у нас боятся, и запрещено даже говорить. О том, насколько тут можно быть просто самим собой. Ту зарплату, которую получаю я без опыта работы, без каких-то глубоких профессиональных знаний, она превышает зарплату шахтера, который, ну, грубо говоря, в два раза шахтера, который, по сути, кормит себя и свою семью, которому эту зарплату еще и задерживают. Многие депутаты там получают в два раза меньше, чем я. То есть мало кто может позволить себе за пределы неподконтрольных территорий просто поехать на отдых куда-то. Единственный знакомый, который куда-то летал в Европу, он как раз-таки в юной армии топит за ЛНР, родители там какие-то провластные чуваки. Я очень хочу, чтобы и правительство Украины, и жители Украины, которые сейчас находятся на подконтрольных Украине территориях, и общественные украинские организации, и международные организации понимали, что там сейчас происходит, и понимали, что этим людям очень сильно нужна помощь. То, что эти люди могут себя реализовать. То, что у них есть потенциал. У них просто там нет никакой возможности этот потенциал реализовать. А людям, которые остались на неподконтрольных территориях, могу посоветовать стремиться к чему-то большему, чем то, что есть у них сейчас. Вы смотрели Донбасс Реалии? Мы рассказываем о Донбассе то, о чем молчат другие. Я Ярослав Кречко. Подписывайтесь на канал Радио Свобода. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин